Привет, красотка! Я буквально на секунду на самом деле. Это будет достаточно нестандартное видео, скоро я уйду из кадра. Видео, как вы уже заметили, называется «Меньше месяца до свадьбы». Это действительно правда. Осталось меньше месяца до свадьбы. На самом деле очень много маленьких, больших, важных дел перед свадьбой именно за месяц, и я решила немножечко посвятить вас во все вот эти вот дела. И сейчас будет просто много кадров с разных дней, где я завершаю какие-то дела к свадьбе, и приятного просмотра! Собственно, всё. Я ухожу из кадра. Вот так вот быстренько мы поговорили. Всем привет! Мы сегодня будем делать важное дело. У нас сегодня первая репетиция нашего свадьбного танца. Мне очень интересно, что для нас придумали. У нас спрашивали, насколько мы круто умеем вообще танцевать, пробовали ли когда-нибудь. У нас на самом деле практика нулевая, но хочется что-нибудь красивенькое. Тебе хочется? Да. Я Денису уже дома поучила немного вальсу, потому что я ещё со школы знаю вальс. Это второе платье, в котором должно быть удобно танцевать, принимать участие в конкурсах, всё такое. Привет! Когда мы едем? Танцевать. Вы тоже танцуете, да? Мы учиться едем. А, учиться едем? У нас этот сагирный танец будет. Танцевать. Поделись своими первыми впечатлениями после репетиции. Ух! Мария, здравствуйте. Куда мы с вами идем? Мы идем мерить воду. Ты тоже будешь мерить? Я очень волнуюсь, а у нас больше шаг. Песня про уточку. Дождик, дождик, я пеку по лужам. Дождик, дождик, я пеку по лужам. Я уточка. Это что? Я уточка. Я в лужам. Ну, это прям принцесса. Да? Да. Мария, мы только что смотрели фату. Как тебе? Я очень довольна. Я прям думала, что я заплачу, но не так. Нет, не настолько. Я не верю в это. А почему не веришь? Мне 21 лет почти. 21 лет. Хорошо. Смотришь мой паспорт, да? Ты увидела, что там зарегистрирован брак? Да, я увидела, и я не верю. Как тебе... Я не верю, что мои глаза не будут. Как тебе на секунду тот момент, что мы зарегистрированы почти год назад и празднуем только сейчас? Во-первых, не почти год назад, а во-вторых, я считаю, что это по-современному. По-современному? Да? Это правильно. Нужно праздновать, когда ты хочешь. Сейчас будет очень ответственный момент. Я буду подключать наши пригласительные. Мне кажется, я уже говорила эту фразу. Причем я шла здесь же примерно. Где-то полгода назад, когда я выбирала свадебное платье. Такой ответственный в жизни момент. Он происходит прямо сейчас. Ну, не прямо сейчас, но будет происходить. Пригласительное внутри выглядит у нас вот так. Тут две бумажки. Это немного такая матовая, она просто для красоты. Мне безумно нравится вот эта вот внутренность конверта. И мы сейчас будем делать с Денисом интересную штучку. В общем, если вот так сложить, это, кстати, Лерке и Диме. И вот так закрыть, то оно как бы само немного приоткрывается. То есть, ну, не очень классно смотрится. Мы сходили, купили вот что. Смотрите. Это как в Гарри Поттере, знаете, такая печать. Ну, как бы не только в Гарри Поттере, конечно. В общем, вот эта печать. Вот так она выглядит. Здесь написано с любовью. И вот эта штучка, это сургуч вроде или сургуч, я не знаю. Он плавится, и мы делаем печать. И здесь будет такая печать красивая. И вот когда наш мастер набил руку. Самый ответственный конвейерчик маме. Уи-и-и-и. Красава. Ты умничка, Андрей, ты наш конвейер. Как красиво лучики падают с утра. Ну, сегодня прямо с утра будет очень интересный момент, потому что я буду выдавать первое пригласительное подруге. Мы с ней договорились на завтрак, так что через час я выхожу на пробежку, на разминку, потом прямиком к ней. Мне такие приятные ночи. Я уже по классике завершила средства и процедуры с зубами. У меня, кстати, они прибавились. Сейчас у меня еще ирригатор. Ирригатор. Мне многие говорят, что я кортавлю ирригатор. Ирригатор. Почему я не могу реально сказать? Эрр, нормально. Это такая штука, которая чистит межзубные пространства струей воды, прям сильным напором. Мне гигиенист и его посоветовала, что в отдельных участках мне он необходим. Сейчас я покажу, кстати, как он выглядит. Он будет у меня, кстати, разыгрываться в инстаграме, потому что я подумала, что это просто невероятная вещь. И просто получить ее подарком, это был бы подарок судьбы. Поэтому, красотки, переходите в мой инстаграм. Вот так выглядит этот аппарат. Мне кажется, скоро мне в ванной не то, чтобы отдельный стол или отдельная тумбочка. Мне отдельная ванная нужна будет для того, чтобы там хранить всякие штучки для гигиены зубов. Здесь, кстати, вот такая вот крышечка. Здесь куча-куча насадок и для языка, и для коронок. Вот этот носик, это тоже насадка такая самая стандартная. И, в общем, суть в том, что сюда набирается вода. Ты включаешь. Я сейчас не буду включать, потому что по инструкции так нельзя делать. И вот отсюда струится вода с сильным таким напором. Но напор можно регулировать вот здесь. И прочищает таким образом межзубные пространства, междисневые, сами зубы. Короче, классная штука. Мне она очень понравилась. Ирригатор, ирригатор, ирригатор. Маха, мы будем очень рады, если ты приняешь на нашу свадьбу. Держи. Ну что, придешь? Да, 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 да. Еще одна встреча с одним гостем. Пригласили меня. А вот и люди, без которых не было бы нашей свадьбы, мне кажется. Это просто одна из наших долгих многочасовых встреч. Давайте я вас познакомлю. Это Данил и Наталья, муж и жена, организаторы нашего мероприятия. А это Алена полностью отвечает за декор. А это я. Обычно на таких встречах время от времени говорю да или нет. Ну, а вы просто погрузитесь в нашу атмосферу мозгового штурма длиной в 4 часа. Знаете, что в этом пакете? Сейчас будем вместе смотреть. Это в деревянном стиле оформленные книга пожеланий. То есть наши гости будут оставлять, ну, надеюсь, она не останется пустой на свадьбе. Будут здесь оставлять свои пожелания, чтобы мы жили здорово, счастливо, в любви, благополучии. Мне безумно нравится то, как выполнено вообще само изделие. Все, что касается дерева, чего-то такого природного. Я очень рада, что у нас свадьба именно вот в таком эко-стиле. Это у нас папка под свидетельство. То есть здесь вот свидетельство о браке будет лежать на память. Ну, как бы не на памяти, это документ вообще-то. Здесь такая резная деревянная подкладка. И сюда вставляется свидетельство. Очень красиво, как по мне, в виде таких листочков резных. И последнее, это шкатулочка под кольца. То есть отсюда мы будем доставать свои кольца на регистрации. Я не знаю, если честно, должна ли здесь лежать какая-то еще подушечка мягкая, чтобы они не просто там болтались где-нибудь в уголочке. Я не знаю, если честно, что здесь можно будет хранить потом, потому что кольца как бы мы будем носить на пальцы. Но я думаю, что-нибудь придумаем. Во всяком случае, я могу сюда положить украшение. В общем, вот такая красота в деревянном стиле. Добренькое утречко! Знаете, вот что-что, но то, что дегустация торта входит в подготовку к свадьбе, я вообще никак не ожидала. Я думала, типа, ну торт и торт. Но нет, оказывается, мы должны дегустируть торт, чтобы он был, во-первых, вкусный, во-вторых, начинкой именно той, которой вам хочется, вам нужно. Так что скоро я поеду дегустировать. Дениса с собой не беру, потому что, ну, я вообще на такие мелкие дела, вот меня очень многие спрашивают, типа, принимает ли Денис участие в подготовке к свадьбе. Конечно, да, принимает. Бюджетом. Максимум просто. Так, сколько там нужно? Ага, хорошо, ладно. Вот. А все, что касается каких-нибудь встреч с декоратором, встреч с регистратором, торт продегустировать, оно вообще, мне кажется, с ума сойдет, если еще и будет вкусы торта выбирать. А мы с вами, девочки, пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы думаете, из чего сделаны эти цветы? Это сахар. Это все можно съесть, и это тоже, если что, можно все съесть. Субтитры сделал DimaTorzok